Огромный колокол святитель Пётр и еще 10 его меньших собратьев теперь снова зазвучат во весь голос на главной звоннице Высокопетровского монастыря. Реставраторы полностью закончили работы по его восстановлению. Новаторскую для своего времени колокольню в конце 17 века построили по указанию юного царя Петра. Елена Сахнос подробностями. Верующие уже окрестили эту спецоперацию настоящим чудом. После реставрации на звонницу Высокопетровского монастыря возвращают колокола. От маленького 4-килограммового до того, что весом стону. Это уже почти настоящий царь-колокол. Водружают его с помощью подъемного крана. А здесь на высоте птичьего полета принимают надежные руки бережно и аккуратно. И отлив колоколов, и подбор их в один гармоничный звукоряд. Правильная развеска, настройка для звонаря. Сам звон колокольный. Это, конечно же, искусство. Искусство уже то, что их удалось сохранить. Хоть и не в первозданном виде, после революции почти все колокола были уничтожены. По оставшимся образцам воссоздавали полный ансамбль. Десять колоколов пережили повторную реставрацию. Два самых тяжелых, среди которых и главный колокол, святитель Петр, так и не удалось сдвинуть с места. Работали мастера с ними прямо тут, на звоннице. Вес его составляет более чем 8 тонн. К сожалению, на время реставрационных работ его снять не удалось. Специально был подвязан язык у колокола, чтобы как-то облегчить работу реставраторов. Специалисты попытались сохранить и убранство колокольни Высокопетровского монастыря, которое сама по себе явление уникальное. К ее возведению приложил руку лично первый российский император. Образец нарышкинского стиля в столичной архитектуре – московская барокко. Петр I строит эту колокольню, и два этих яруса означают поминовение двух имен – дедьев, убиенных стрельцами, Ивана и Афанасия. Вот с тех пор эти два звона несут с собой в памяти события далекой истории, русской истории, московской истории, восстания стрельцов. Никогда еще за всю историю Высокопетровского монастыря здесь не смолкал звон, даже когда шли работы. Во время большой реставрации были отлиты аналоги колоколов. Сегодня, когда главная звонница полностью восстановлена, малая отдана в распоряжение прихожан, где каждый желающий может сам ударить в колокола. Тем временем профессиональный звонарь только готовится занять свое место в обновленной звоннице. После того, как колокола развесят, их еще предстоит настроить. Ведь это тоже музыкальный инструмент. Прихожане в ожидании. Совсем скоро над столицей разольется еще один благовест. Вот проходишь с Петровки, смотришь на это все и думаешь, что вот наконец-таки благодать появляется. Елена Сахно, Дмитрий Иванов, Илья Хуртин, ТВ-центр.